Итак, допустим, вы тревожный человек. Хорошо, и как же это в вас проявляется? Вы идете на вечеринку, вы волнуетесь. Почему? Почему вечеринка такая? Страшная, потому что вас там осуждают, и своими осуждениями вас понижают в социальной иерархии. Так вот работает осуждение. И своими осуждениями понижают вашу самооценку до нуля, а впоследствии это и уменьшает вашу природную привлекательность. Итак, значит, вы противостоите этой неловкой ситуации, когда попадаете в общество. И что вы делаете? В этот момент вы зажимаетесь. Вы не доминируете над ситуацией. Это, конечно, не конец света, но вам это и не поможет. И это вполне естественно при столкновении с угнетателем. Вы скукоживаетесь, боитесь посмотреть в глаза хищнику. Вы закрываетесь в себе и смотрите в пол. А в голове в этот момент, что обо мне подумают люди? Все ли я делаю правильно? Я что, выгляжу глупо? Какой я нелепый. Я хочу отсюда свалить. Пот течет рекой. Это все о вас. Вы думаете только о себе. Ваши мысли путаются. Глаза ничего не видят. Что мы скажем такому человеку? Не говорите ему. Не концентрируйся на себе, потому что он не сможет. Это как сказать, не думая о белом слоне. А в голову лезет только белый слон. Вы не сможете запретить этому человеку думать. Так не получится. А сказать тревожному человеку надо, смотри на других людей, наблюдай за ними. Да? Ведь если смотреть на них, можно понять, о чем они думают. Если только вы не совсем оторваны от общества. А такое бывает. У некоторых людей нет социальных навыков. Они не ходят на вечеринки, потому что даже представиться не смогут. Их никогда не учили, как себя вести. И это отличные кандидаты для поведенческой психотерапии. Ведь именно таким образом вы помогаете этим людям осознать важность адаптации в социальном мире. Но большинство людей не такие. У них есть навыки. Даже если они очень нервные интроверты, они все равно неплохо общаются с кем-то одним. Почему? Потому что смотрят на него, как я смотрю на вас. Вот вам, кстати, лайфхак, как общаться с группой людей. Никогда не разговаривайте с целой группой, потому что это обобщенность. Концентрируйтесь на ком-то одном. И он олицетворит для вас всю группу. Ведь они все увлечены. Вы смотрите на одного человека. Это представитель всей группы. А говорить с одним человеком вы умеете. Это просто. Поэтому, как только вы сосредоточьтесь на собеседнике, а не на себе, вы переносите центр внимания с себя, используя свое зрение. И когда вы начинаете наблюдать, все ваши автоматические механизмы включаются, и вы больше не зажаты. Ведь если я смотрю в пол, я не знаю, что происходит с вами, и создаю препятствия в нашем общении. Как будто, играя на музыкальном инструменте, я промахиваюсь мимо нот, потому что я невнимателен. Поэтому всевидящее око находится на вершине пирамиды. Ключ, позволяющий вам побеждать во всех типах доминирования, это зрение. Будьте внимательны. Это очень важно. Это суть всего. Вот почему египтяне поклонялись Богу Гору. И причина, почему Гор спас Осириса из глубин, это умение быть внимательным. На что вы обращаете больше всего внимания? На то, что ваше правое полушарие считает необычным. Оно привлекает ваше внимание. Говорит, тут что-то не так. А вы отводите взгляд. Неверно. На это нужно смотреть. Посмотрите туда. Вы не должны бояться чего-то неправильного, потому что хоть оно и может напугать, именно оттуда вы получаете всю нужную информацию. Вот почему полезно вести дискуссии со своими оппонентами. Потому что они дают вам информацию, о которой вы не знаете. И это классная вещь, потому что таким образом вы развиваетесь. И кто знает, может быть когда-то вам понадобятся эти знания. И возможно ваш оппонент укажет вам на ваши ошибки, сказав при этом тоже кучу неправдивой ерунды. Но хотя бы одна правда, и вы скажете, да, спасибо большое, я поработаю над этим. Я постараюсь не наступать на те же грабли. И вот вам еще одна причина считать, почему страх и ужас могут нести за собой нечто хорошее, как вестник, который может принести вам плохие известия. Я согласен, это сложно, но и плевать на это. Жизнь трудна.